Девушки отдыхают Девушки отдыхают Если мы потом соберем мелкие помидорчики Все-таки мы попробуем сварить варенье из помидоров Со мной рядом оператор О, я забыла сказать Это он даже взял и отключил Мой оператор предложил мне Давай, я буду твоим оператором А ты мне будешь платить Вот так Правильно, каждый труд должен оплачиваться Так что, о чем я говорила? О том, что мы едем забирать мебель Что у нас же сегодня? Мы должны сегодня приготовить помещение Для наших новых детей Обитателей Завтра мы встречаем малышей и малышей И нам сегодня нужно будет продезинфицировать все Помыть Приготовить Ведь она мешает мне Поэтому мы будем этим заниматься И вообще, если на улице тепло Нужно сделать еще что-то на улице А что придет там завтра Вы увидите завтра Сегодня я ни слова не скажу Эта неделя у меня была такая Насыщенная, эмоциональная Да, я очень переживала Как это все произойдет Даже немножко мы с Андрюшкой Не нашли общего языка Но потом все-таки нашли Так что, ждем в ожидании все Даже пару ночей я толком спать не могла Потому что это совсем не дешевые малыши А предоплату надо было скинуть И с учетом того, что у нас уже несколько раз Как сказать правильно? Ну, я скажу, как оно есть Что нас кинули несколько раз Отманули Отманули, да Когда мы покупали яйцо Глухаря, Детерева На сколько нас? На 22 тысячи То бишь ни яйца, ни Детерева Ни денег, ничего Оказывается, бывает и так Вот эта моя наивность всегда мне мешает Получается Наверное, просто я не умею разбираться в людях Или как Всегда с такими розовыми этими очками Поэтому вот бывают такие ситуации Когда действительно обманывают У нас было это один Нет, это было уже не один раз И опять, как бы так, все и постоянно А те же грабли У нас обманули новосибирским бикормом А ЗЦМом Ни ЗЦМа, ни денег Дальше с самоварами Тоже ни самоваров, ни денег Ну и последний раз это было, когда И брали яйцо Самое обидное, что яйцо брали несколько человек Я сразу предупреждаю Что бывают разные ситуации Ну и может быть произойти вот так Сказали да, да, да Конечно И вот из всех человек По-моему, 5 человек Если 6 заказывало это яйцо Один человек потребовал свои деньги обратно Я оплатила своими Ну вот Как-то так Хотя предупрежден Предупрежден, вооружен Что, ну бывает такое И да, это как бы не моя вина Ну моя вина только что моя наивность Так В этот раз я надеюсь Нет, я уверена, что все Все обойдется Даже я Все, сто процентов знаю, что все обойдется Мы получим завтра наших малышей Утром встретим Потом увидите, что Ой, какая пробка здесь Или что Давай звонить Михайловичу Что пробка здесь У меня в комментариях спрашивали Не могут Запутались С какой стороны руль у меня Машина у меня Праворульная Но когда Снимаешь как-то Камеру Зеркальное отражение Почему-то получается Ну Я не знаю Это в настройках телефона что-то Так И еще хотела Ответить на один комментарий Под видео Розочки Ирина написала Что Про Нину Адуванчик Я поясню сейчас Что Ничего оскорбительного В ее ролике не было Ролик был Там Третьего какого-то числа Три месяца назад Или четыре месяца Да хоть сколько месяцев назад он был И что меня там не оскорбили Нашу семью и все остальное Да Каждый видит Видео по-своему Вот вы видите Ирина его Вот так как видите Я вижу его Совсем по-другому Мне по барабану Что она там пишет Что у нас бардак На участке И все такое В зимнее время Это все складируется И потом разбирается Только это весной Мне это абсолютно все равно Что меня зацепило В этом ролике Скорее Наверное Это Какое имею я право Высказаться по поводу Быковой А что Быкова Святая что ли На Про нее Сказать ничего нельзя Или как И какое я имею право Я считаю Что я имею Самое прямое право Ну Наверное так Потому что у нас Хозяйство больше Чем у Быковых И я знаю Всю вот эту кашу И то же самое Касается детей И не надо мне Было говорить там Что Понабрали детей И посмотрела бы Как Нина Посмотрела бы Как бы мы справились Если бы нам не оплачивали Опекунское пособие А я скажу Я уже говорила Об этом Что По крайней мере Пока не было Приемных детей У нас Мы могли позволить себе Съездить в отпуск Отдохнуть куда-то Но Когда у нас появились дети Мы стали Невыездными Просто Мы и до этого Нормально Как бы Спокойно существовали И жили И еще Когда появились Приемные дети Это был 2005 год Там не было Таких Огромных Пособий Не было Никаких Зарплат Ничего Там было Маленькое Опекунское Пособие Ой-ой-ой Сейчас я съеду Аккуратненько Не отвлекаясь А то что Мы работали И до этого И как ИП Я зарегистрирована С 2000 года И магазин У меня уже действовал С 2000 года И мы работали Замечательно Поэтому Опекунское Пособие Это у нас Не основной Доход Уже пора Это уяснить Я первые годы Очень так Больно Реагировала На такие Замечания Нам действительно Говорили в лицо Что вы взяли Детей Из-за денег Да попробуйте Вы пожалуйста Но кто вам Это не дает Если вы считаете Что это такой бизнес Займитесь таким Бизнесом И были Какие-то Споры И все остальное И мне Как-то То сказали Прям стояли Разговаривали Так случайные Можно сказать Прохожие В автомастерской Это было Дело И пока мы ждали Пока починят Мне там На монтаже Колесо Вот так Разговорились Ну и коснулось То что приемных детей Приемных семей И вот мужчина Говорит Да вот вы знаете Они там получают Деньги Все такое Мы тоже Приемная семья У меня тоже Приемные дети Я говорю Знаете Давайте я вам На неделю Своих детей Вот отдам Я вам заплачу То что на них Полагается Я вам дам Больше Даже чем Полагается А я Отдохну Вот за эту Неделю Он заткнулся Ему сказать Больше было Нечего Я не считаю Что это опять же Какой-то Геройский поступок Или еще Что многие пишут В комментариях Да вот вы такие герои Ребята Ну вы извините меня Да наверное Это приятно Но это не так Не так Это вот наш Образ жизни Мы привыкли И вот честно говоря Другого я не умею Я люблю детей Все вот Как с 2005 года Я села дома Все Авария А? Там авария Авария И поэтому Говорить о том Что А ну единственное Что еще Там сказали Что Что же она еще сказала Блин не помню уже Ну что Смысл в том Что Я не имею Право ничего Говорить уже Имею Но опять же Нина забывает о том Что У Быковой Также Она получает На собственных Ровных детей У нее оформлен Детский сад Я вот что-то Не додумалась Раньше Когда мои малыши Дома сидели Оформить на себя Детский сад И еще получить Блин от государства Зарплату воспитателя Потому что С детским садом У нас были проблемы И знаете И знаете Когда у меня Одного ребенка Мы взяли Оформили Эту Опеку И пошли В детский сад Оформлять Вставать на очередь Три года Уже было И она говорит Да у нас нет мест Я говорю Что делать Да вам надо было Раньше обращаться Извините Как раньше Если я не знала Что он у нас будет И мы год сидели Еще дома Даже здесь Не прокатило Что там у нас Большая Многодетная И приемная Семья Даже бывает так И последние Девчонки У меня тоже Они не ходили В детский сад Но это не говорит О том Что они там У меня плохо развит Или еще что-нибудь Они сейчас В школу идут В этом году Они у меня читают Знают Счет полностью Вот Что там еще было Ну в основном Вот это вот Поэтому Ирина Не надо говорить Что я там вру Или еще что-то Я не вру Я высказываю Своё мнение Вы же высказываете Меня постоянно удивляет Это значит Мне в комментариях Можно писать Что вы думаете Я пишу Отвечаю Ну мне иногда Долго писать Времени просто Нет Поэтому я могу Ответить А не писать И это будет Моё мнение Так же Как и ваше Каждый живет Как может Ну извините Почему Вот да Да Спрашивают Почему у вас Такое отношение К быковым Ну и потому Потому что Потому что По ним Судят О многодетных Семьях Да Потому что Вот их Картинка Вечного Попрошайничества Потому что Как только Открылся Такое сравнение На зерно На зерно и все остальное Кто работает Знает Как это Зарабатывается Все И не надо Мне сейчас Я уверена Что напишут В комментариях Вы им завидуете Потому что Им донатят Что им помогают Я не завидую Мне стыдно За таких фермеров Которые держат Хозяйство За счет Зрителя Ну по идее Если зритель Вкладывается Значит он должен Получить Из этого Прибыль Ну хотя бы Молочком Или еще чем-нибудь Ближ лежащие Кто помогает И знаете Вот это звучит Как вот это У нее постоянное Дайте Дайте У нас Вот я бы сравнила Что У нас Совсем Плохо Нет хлеба Подайте на хлеб Икра есть Только на хлеб Не хватает Понимаете Я не злая Я справедливая Я хотела Снять ролик Скиньтесь По копеечке Михалычу На успокоительные А то А то На очень Дорогую Покупку Деньги У меня Есть А на успокоительные Ему Нет Ну Кто бы посмотрел Конечно Понял Я не стала Этого Делать А то скажут Опять Я стебаюсь И самое Печальное Что дети Растущие Там Семье Все это Видят Все это Мотают Все это Вот Под корочкой Все это Откладывается Потому что Родители Проецируют Будущую Жизнь Своих Детей То бишь То что Было В их Семье То Дальше И Будет Вот Оно Откладывается На подсознательном Таком Уровне Как Нужно Жить Ну Вот А там Нужно Будет Жить Что Если Ты Не Попросишь То У Тебя Ничего Не Будет Я Надеюсь Что Наоборот Может Быть Будут Дети Которые Знаете Противники Всего Этого Вот Они У Их Такой Протест Внутри Будет Они Вырастут Выйдут Из семьи И Будут Все Делать Наоборот Возможно Ты Сиди Подслушивай Ты Не Закрываешь Зеркало Все В общем Вот так Поэтому Кобочки Куда Летите Ирина Я надеюсь Ответила На ваш Комментарий Хотя Я у Розы Написала Меня Не Задевает Бардак О Котором Они Говорят Меня Не Задевает Все Остальное Меня Задело То Что Человек Несмотря Наши Ролики Не Зная О Нас Ничего Практически Пытается Что То Говорить Все Ну Пока Я С Вами Разговаривала Мы Уже Приехали Почти Конечно У меня Все Опять Это Сумбурно Все На Эмоциях Простите Сценарии Я Не Пишу Что В голову Влетело Оттуда И Вылетело Ладно Все Выключайся Приехали Грузиться От одного Контейнера К другому Да Там Загрузились Сейчас Здесь Загрузим Да Здесь Загрузим Песочницу Да С той стороны Нам нужно Подъехать Еще Полотенечные Забрать Нам Перепала Песочница Это Я не знаю Это кольцо На какую-то Эту штуку Ну Цепляется Похоже По ней Лазит Хорошая штука Игрушки На улице Складывать Вань Бутылку Убери Отсчет Все Сфотографируют Все Отправят Приготовили Мы Помещение Там Где Здесь Были Сетки Помните Да Здесь Жили Индюшата Все Это Разобрали Все Это Да Единственное Что Подмели Здесь Осталось Только Вот Сейчас Полы Помыть Все И Завтра Сюда Заселятся Наши Малыши Интригующе Все Равно Не скажу Поэтому Все Остальное Завтра А я Пойду Дравить Пол Да Потому что Там В углы Все Отмыть Надо И Немножко Побрызгать Все Это Антисептиком Лампочки Эти Красные Останутся Давай Давай Либо Зайти Либо Отойти Я Отошла Ну Это Наверное Будет Временное Помещение Может быть Потом В другое Просто Помещение Переставим Ну Пока Так Здесь Тоже А здесь Еще В этом Году Надо Все Бетонировать Ну Посмотрим На Сегодня Все Я С вами Прощаюсь Удачного Дня Хорошего Настроения Хорошего Интригования Чего Чего Ну Скажи Давай Хорошего Интригования Интригования Ой Все Всем Пока Пока Продолжение следует